Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы замечательная даже в своем названии. Я уж не говорю о сути. Мы сегодня поговорим о финансовой грамотности. Очень-очень часто произносимая эта фраза. Не всегда, правда, понятно, что под этим подразумевается каждый раз. Вот хотелось бы сегодня в этом в деталях и разобраться. Я уверен, мы это сможем сделать, потому что в гостях у меня сегодня профессионалы и знают, что такое финансовая грамотность наверняка. Итак, я представляю своих гостей. Сегодня в студии Сухого Остатка Горигин Тасунян, президент Ассоциации Российских Банков. Добрый день, Горигин. Добрый день. И в студии Эльман Мехтиев, член правления Джимани Банк, председатель комитета АРБ, то есть Ассоциации Российских Банков по финансовой грамотности. Добрый день, Эльман. Здравствуйте. Ну что ж, давайте сразу, не откладывая в долгий ящик, что называется, начнем наш эфир. И, наверное, самый правильный, первый будет вопрос, попытаться сформулировать для наших слушателей, а что мы с вами подразумеваем под этой самой финансовой грамотностью. Не случайно, что мы говорим здесь в рамках Ассоциации Российских Банков. И, собственно, наверняка, прежде чем надо сказать о том, что компания Финам-ФМ, радиостанция Финам-ФМ, как раз сейчас предлагает, анонсирует, новую программу, которая будет связана как раз с финансовой грамотностью населения. И у нас такой пилотный, можно сказать, проект сегодня, пилотный эфир. Давайте попытаемся дать это определение. Итак, что же такое, с нашей точки зрения, финансовая грамотность? Давайте я попробую на самом таком бытовом языке, без премудрости, финансовая грамотность, которую мы хотели бы видеть и в наших клиентах, и в своих рядах, и не искрою и среди регулирующих органов тоже, уровень финансовой грамотности, который бы позволял людям оценивать реально ту ситуацию, которая складывается на финансовом рынке, и в ситуации, когда они в качестве заемщиков и клиентов банков приходят в наши организации и заключают договоры, и когда другие наши коллеги формулируют нормативные акты и предлагают нам руководствоваться этими актами, и когда третьи наши коллеги обслуживают своих клиентов и предлагают им те или иные продукты банковские, финансовые, чтобы мы одни, другие, третьи разговаривали на одном языке, чтобы мы понимали, по крайней мере, что такое наш алфавит, что означают наши ключевые слова, потому что грамотность, конечно, на уровне высшего пилотажа, это когда люди на энциклопедическом уровне знают и на уровне словарей знают расшифровку тех или иных терминов, но, к сожалению, мы находимся на том этапе пока развития, и, кстати, не только мы, а во многих случаях и даже развитые страны, и население многих развитых стран, когда нужно хотя бы договориться, чтобы это был единый алфавит, чтобы это был бы единый букварь, единый словарь, как сказал кто-то из великих, что если бы люди договорились об определениях, то многих конфликтов, в принципе, не было бы. Так что для нас важно не столько кого-то просветить, хотя и это является нашей задачей, сколько донести до тех партнеров, с кем мы взаимодействуем в том или ином формате, какое-то понимание тех проблем, тех терминов, тех операций, тех условий договора, в рамках которых мы работаем. Ну вот в таком виде я бы ответил на ваш вопрос. Я понял. Спасибо. Спасибо. Ну, Горьгин предложил три акцента делать. Значит, потребители услуги, продавцы услуги, да, то есть те компании, кто предоставляет услугу, и некие регулирующие органы. Вот надо найти общий язык, надо найти общую терминологию. Ильман, вы какую сторону представляете, и на ваш взгляд, что такое финансовая грамотность? Ну, наверное, я все-таки представляю банк, в котором я работаю. Прежде всего. Прежде всего, да. Продавец тех самых услуг. Ну, а если попытаться дать определение того, что такое финансовая грамотность, конечно, не научное определение. Это, наверное, способность, умение, навыки физических лиц принимать решения в области финансов, которые прежде всего будут помогать им достигать их поставленных целей. И вторая важная вещь, и эта важная вещь как раз для нас, для продавцов услуг, чтобы эти решения не навредили им. То есть, чтобы не было тех решений, когда он говорит, я подписал, я не подумал, а теперь у меня проблемы. И поэтому, если говорить о финансовой грамотности, то я бы, может быть, даже представил бы такую пирамиду. Нам, как представительным банковским цехам, было бы проще говорить, финансовая грамотность – это основа пирамиды. Пирамида – слово нехорошее, оно опять… Нет, не финансовое пирамиды. Об этом и речь, потому что ассоциации неприятные, я думаю. Пирамида знаний людей. Пирамида знаний, хорошо. Да, давайте так. Следующий уровень – это финансовое планирование. Зная азы и основы, можно действительно начинать планировать. Ну и следующий уровень – это уже тогда, когда банкиры с радостью начинают говорить об управлении вашим капиталом, потому что у вас уже есть капитал. И при этом вы можете и сами им управлять, да, либо отдать его в руки профессионалов. Если посчитаете нужным, если будете им доверять. Зачем это нужно нам, зачем это нужно регуляторам? Регуляторам это нужно по одной простой причине. Сейчас очень много шума по поводу того, что есть социальная напряженность. Действительно регуляторам самим, и мы можем приводить очень много примеров, не хватает понимания того, не только того, как работает рынок. Тот, кто будет знать, как работает рынок, наверное, будет знать все. Речь о рынке банковских услуг. Финансовых. 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 Но очень часто регуляторы даже не хотят понять тот язык, который работает даже для потребителей. Регуляторам нужно, чтобы потребители и банки, и финансовые институты говорили на одном языке. Банкирам нужно, чтобы потребители действительно могли принимать те решения, которые потом нам не будет стыдно. Мы не будем оправдаться, но он же принимал это решение в здравом смысле и в сознании. Ну, а потребителям нужно очень просто. Деньги нужны не для денег, деньги нужны для достижения определенных целей. И вот нам нужно, и это основа финансовой грамотности, первое, что мы всегда говорим, когда говорим про грамотность, а для чего вы хотите это сделать? Каковы ваши цели? И вот самая большая задача на самом первом этапе – объяснить, что деньги нужны не для денег, а для достижения каких-то определенных целей. Вот тогда начинается финансовая грамотность. Понятно. Хотя мне всегда казалось, что если человек обращается в банк за помощью, за какой-то услугой, то он чем-то мотивирован. Нет, к сожалению. Не всегда это так. Эльман абсолютно прав. Очень часто жизнь подталкивает к некоторым шагам, которые не до конца просчитаны. Вот есть необходимость что-то сделать, для этого нужны деньги, а то, в какую форму взаимоотношений ты вступаешь, ты не осознаешь. Вот ты понимаешь, что сейчас придешь, возьмешь кредит, и деньги есть, ты их используешь. А что этот кредит, какие обязательства на тебя накладывает и какие последствия за собой влечет, ты не понимаешь. Точно так же, как и банк может, допустим, определенные бизнес-проекты рассматривать, их реализовывать, но потом оказывается, что он не просчитал те риски, которые связаны в том числе и с действием регулирующих гостей. У нас же считается, что число форс-мажоров действий государственных органов подпадает. Так что здесь всегда надо просчитывать ходы, когда ты, ну, конечно, банки-то в большей степени их просчитывают, а вот клиенты реже. Я как раз хотел у Уильмана поинтересоваться, ну, понятно, форс-мажор, есть форс-мажор, да, понятно, что регулятор изменил правила игры, к сожалению, такое в нашем государстве сейчас случается, и тут только руками остается развести. А риски с точки зрения заемщика, ну, наверняка же, да, у вас есть целый штат профессионалов, которые посмотрят ему в глаза и скажут, вот этому я займу, а этому я не займу, этому я займу меньше, по другую ставку, ну, и так далее, и тому подобное. Вот риски отсюда могут быть у банка? Давайте по-другому. Мы, наш банк, не смотрят в глаза потребителя для того, чтобы оценить его кредитоспособность. Есть такие банки, хвала им и честь, если не посмотрев в глаза, могут решить. Да, мы все-таки немножко подходим более научным опытом, путем, исходя из собственного опыта. Я просто хотел немножко сделать кредитское отступление. Я на одном из сайтов веду рубрику, отвечая на вопросы людей по теме потребительской кредиты. И вчера ночью мне пришел вопрос, который я должен рассказать, он абсолютно ложится в то, что вы говорите, Гарри Геншович. Пенсионер пишет, я пенсионер, у меня пенсия 2100 рублей, где я могу взять кредит? Для чего нужна финансовая грамотность? Я пытаюсь в маленьком ответе человеку мягко сказать, извините, пожалуйста, уважаемый автор, вы можете поискать предложение кредита, в том числе на данном сайте, в том числе для пенсионеров. Но будьте готовы к тому, что при принятии решения постарайтесь учесть, что на кредит вы не должны тратить больше, чем половины того, что у вас останется после того, как вы потратите расходы на коммуналку, питание и проект. Эльман, я прошу прощения, мы сейчас прервемся, у нас новости, новости послушаем, а потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, тема сегодняшнего эфира финансовая грамотность. И у меня в гостях Гарри Гинтасунян, президент Ассоциации российских банков и Эльман Мехтиев, член правления Джимани Банк, председатель комитета АРБ по финансовой грамотности. Прервал я вас, мы ушли на новости, пожалуйста, Эльман, расскажите эту историю до конца. Ну, история очень простая, 2100 рублей, да, если у нас... Ну, в принципе, здесь надо точку ставить, да, человек грамотно финансовый, он скажет, у меня пенсия 2100 рублей, ни о каком кредите речь не может идти, в принципе. И в то же время существует и создается все больше и больше в обществе, не скажем так, культура потребления, наоборот, отсутствие культуры потребления, но жажда потребления, люди идут и берут. Поэтому в действительности свои, вы абсолютно правы, и все, кто задает вопрос, точно так же правы, финансовая грамотность, сколько бы мы ее ни говорили, она поможет людям, только если они хотят ее взять, если они действительно будут ее использовать. И отсюда следующий шаг. А что тогда делать банкам? Банкам, финансовым институтам нужно исходить из того, что, к сожалению, общество защиты прав потребителей в этом правы. Всегда будут ситуации, в которых... Всегда будет воспроизводиться ситуация, в которой клиент, физическое лицо гораздо слабее оценивает свои риски. Вот, помните, вы начали вопрос, да, как вы оцениваете риски? Мы оцениваем риски, исходя из того, что мы знаем, мы этим профессионально занимаемся. Человек этим не занимается профессионалик. Сколько бы он ни был бы образован, его собственный опыт или его теоретический опыт не может быть больше, иногда может быть больше у профессоров, чем опыт целого банка, целой энергетической команды. Поэтому финансовая грамотность – это не только то, что люди должны делать, это еще и оборотная сторона. Это то, что банки, кредитные учреждения, финансовые институты должны подходить ответственно к кредитованию. Вот этот тонкий момент, да, вам как банкиру-то наверняка... Как об этом не знать? Тонкий момент. С одной стороны, это мой бизнес, я кредитую население, чем больше кредитов я выдам, тем больше, естественно, маржа. Не только. Не точно. Чем больше кредитов я выдам, которые потом будут хорошо обслуживаться, тем больше маржа. А если я выдам много кредитов, но они будут плохо обслуживаться, то это мои убытки. Это мои риски. И я, тем не менее, хочу одно маленькое дополнение внести. Вот если, чтобы в рамках финансовой грамотности было понимание, даже если у тебя 2000 рублей пенсия, тем не менее, есть еще ряд показателей, по которым ты можешь оказаться кредитоспособным, платежеспособным в рамках обслуживания кредита. Это в том случае, если есть у тебя имущество, которое ты хочешь, но осознанно заложить. Если у тебя есть кто-то из близких, кто готов выступить гарантом, поручителем, если эти поручительства возьмет банк. То есть, в принципе, очень система многопараметрическая. Тут нельзя совсем думать, что это безнадежно, когда ты пенсионер. Ко мне как-то года три назад обратилась очень такой продвинутый пенсионер, женщина, профессор Московского университета. Она говорит, вы представляете, мне какой-то банк отказал, ну, сейчас не буду назвать банк, да, отказал, потому что я уже в пенсионном возрасте. Ну, говорит, извините, у меня, во-первых, очень состоятельная семья, у меня достаточно имущества, и у меня богатые дети. И я была просто оскорблена, когда мне просто по одному показателю, что я пенсионерка, отказали в кредит. Так что здесь гораздо сложнее, но абсолютно правильно, что если брать платежеспособность по этому показателю, то вычесть из нее все остальные твои потребности, то ты должен понимать, что ты не можешь больше, чем на половину остатка, или на треть остатка, или две трети, это кто как, обслуживать кредит, потому что ты должен еще есть, пить, что-то еще делать. Вот Галинашович снял с языка. Второй пенсионер, который вчера же вечером задал вопрос, он именно так и сформулировал. Я владелец трехкомнатной квартиры, живу за городом, квартиру сдаю, хочу взять кредит на лечение зубов, он называет сумму, сколько-то лет, дадут ли мне кредит. Вот именно та ситуация, с которой говорит Галинашович, у него есть недвижимость, он ей распоряжается, он ее сдает, надеюсь, официально зарегистрирует договоры, ленды, платит с него НДФЛ и прочее. По крайней мере, вам понадобится именно официально зарегистрированный договор, если вы будете рассматривать это в качестве аргумента. Если это источник дохода, то да, будем просить подтвердить это как источник дохода. Но я к чему говорю? Те же самые пенсионеры находятся на другой стадии, некоторые из них. Они говорят, у меня есть доход, могу ли я этим доходом, даже несмотря на то, что у меня такой возраст, использовать для того, чтобы оплачивать, гарантировать свои будущие платежи. Я понял, то есть речь как раз вот в этом примере идет о разном уровне финансовой грамотности. Мы можем предположить, что это оба пенсионера одного возраста, получающие одну и ту же пенсию, и у обоих есть трехкомнатная квартира. И только один, говоря о том, дайте мне кредит, не упомянул трехкомнатную квартиру, не знает, что это важно будет, а второй упомянул. И теперь другой разрез финансовой грамотности уже со стороны кредитора. Опять же, не буду называть банк, но как-то очень много появилось клиентов, которые стали обращаться к финансовому омбудсмену. Вы знаете, что мы создали институт финансового омбудсмена три года назад. И, значит, оказалось, что люди, пенсионеры обращаются к нему, говоря, что пришли, предложили водный ионизатор, значит, рассказали, какой он чудодейственный. Пенсионеры ухватились, захотели купить, но оказалось, что он стоит около 150 тысяч рублей. Да, неподъемные деньги. Неподъемные. Им тут же банк предложил кредит. Оказывается, эти продавцы ионизаторов вместе с банком предлагают, значит, соответственно, кредит. И после этого они оказываются заемщиками и только потом задумываются на тему, как они будут при своей пенсии, а у них, допустим, нет дополнительных доходов, обслуживать этот ненужный, кстати, ионизатор воды. И вот в этой ситуации финансовая грамотность подразумевает максимальную доступность и прозрачность подобного рода иногда, в кавычках, выдающихся схем, чтобы и заемщик понимал, что не надо покупать, тем более в кредит, товар, который по своей полезности весьма сомнительный. И в то же время банки понимали бы, что не нужно предлагать кредит под такого рода товары, потому что завтра это станет достоянием гласности. И наша с вами и с банками задача через сайт, через Финам.ФМ, через сайт Ассоциации Российских Банков и Финансового Омбудсмена доводить это до сознания людей. И когда люди более грамотные, они правильнее будут принимать решения. То, о чем говорил Эльман вначале. Эльман, как вы считаете, вот пример, который сейчас привел Горегин, вот банк, банк, не совсем красиво, да, мне кажется, он как-то там выступает, этот самый банк? Ну, этот же банк можно назвать и с косметикой, этот же банк можно назвать и с пылесосами. Но он, может, не один и тот же, да? Может быть, и не один и тот же. Роль, да, роль такая, не совсем. Но в действительности своей, в основном, кредитные учреждения, я не оправдываю их. Да, я просто пытаюсь объяснить, что он не видит, на что был договор потрачен. Он может не видеть, он может видеть, для регулятора не имеет значения. И не должны иметь значения. Более того, да, если вы меня спросите, как мы работаем у нас в банке, у меня есть два способа. Когда мне приходят рассказать, давайте мы будем делать вот это, я говорю, первый вариант. Представьте себе, что завтра это будет в газете. Вы хотите, чтобы про вас так-то писали? И сотрудники начинают, извините свое выражение, чесать за лысину и думать, нет, не надо. Второй вариант, как говорят, да ничего, в газете будет, ничего страшного. Я говорю, хорошо, а теперь представьте себе, что пришли этот самый ионизатор и пылесос продают вашей маме. Как вы поступите? Вот эти два теста, да, вот просто я их задаю. И другие руководители нашего банка точно так же задают. Все, больше ничего не надо. Здорово. Я, если позволите, перевел, но опять на термины, мы говорили о терминах, нам нужно с терминами договориться. Вот два примера. Первый у меня такой, значит, появился в голове термин репутация, да, то есть банк прежде всего думает о своей репутации, а там как он будет выглядеть в глазах своих нынешних и потенциальных заемщиков. Это важно. А вторая, ну, может, не совсем все-таки финансовый термин, у меня, тем не менее, такое слово родилось, совесть, совесть. Финансовый термин. Финансовый все же. Мы с Эльманом, в этом союзники тоже, мне кажется, очень финансовый и очень материализуемый в позитивном и в негативном плане. Отсутствие потом отражается очень, пусть не сразу, но в негативном плане наличие все-таки дает возможность в последующем, в том числе и на рынке, иметь материальную капитализацию вот этого понятия. Потому что накапливается определенное представление как о людях и о каждом человеке, накапливается представление, так и о банке. И когда есть репутационный вот этот позитивный шлейф предыдущего опыта, он срабатывает в пользу. Хотя, должен сказать, что существенными поправками на наше общество, в котором, к сожалению, последние годы культивируется как раз главный принцип – это заработать. А какой ценой это никого не интересует, но я думаю, что мы эту болезнь преодолеваем или преодолеем, по крайней мере. А болезнь – это связано с относительно недолгим существованием рынка в нашем отечестве? Конечно, это болезнь, детская болезнь, детская болезнь становления, да. Я более того сказал бы, да, это не просто болезнь рынка, это еще и, может быть, нежелание регулятора посмотреть на те рынки, где эту болезнь уже прошли. То есть, рынки других стран, которые давно прошли через это. Там уже существуют способы регулирования, которые позволяют регуляторам действительно подталкивать рынок, не администрировать, не загонять его, а именно подталкивать. Потому, чтобы им было невыгодно поступать несовестно. И противовесом, когда будет дополнительным противовесом, будет контроль гражданского общества. Чтобы был, нужна финансовая грамотность этих граждан, атомов этого общества. Я понял. Но при этом не увлекаться другой крайностью. Когда у регулятора возникает ощущение, что если зажать рынок, закрутить все гайки, то тогда общество будет свободно от рисков, от каких-то катаклизмов. Это не так. Зажимать и регулировать нужно именно те хвосты одиозных участников рынка, тех нарушителей дорожного и финансового трафика, которые себя ведут нагло, демонстрируя безнаказанность. А остальным участникам, ну так же, как в дорожном движении в развитых странах, вообще, чтобы это было бы для них неощутимо. У нас, к сожалению, эта культура еще не сформирована. У нас, если уж начинается кампания, то кампания задавливает всех, в первую очередь, добросовестных, потому что недобросовестные имеют огромный опыт и иммунитет против того, как так же недобросовестно обходить все эти препоны. Вот это очень важный, к сожалению, философский момент, который мы пока не знаем, как преодолеть. И для этого наша финансовая грамотность, вот программа финансовой грамотности тоже нужна. Нам надо показывать, что не надо зажимать. Показывать, что эти продукты, если клиент и банк друг друга понимают и ведут лояльно друг по отношению к другу, то зачем вы их искусственно загоняете там в сомнительные операции и создаете сложность? Спасибо, Горигин. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим о финансовой грамотности. У меня в гостях Горигин Тусунян, президент Ассоциации российских банков, и Эльман Мехтеев, член правления ЗАО «Джимани Банк», председатель комитета Ассоциации российских банков по финансовой грамотности. Программа эта в рамках реализации проекта «Финансовая грамотность» на радиостанции Финам.ФМ. Давайте продолжим, уважаемые гости, наш разговор. Очень интересно. Хотя, ну, это тоже, наверное, нормально, да, Эльман? Чем дальше мы погружаемся в эту тему, тем больше, 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 больше находятся поводов для разговора. Ну, я предполагаю, что не так легко будет, по крайней мере, да, нам эту финансовую грамотность в массы нести. Но задача благородная, это очевидно, и я думаю, мы отказываться от этого не будем. Значит, несколько раз уже в рамках нашего эфира прозвучал термин «регулятор». Регулятор. Кто такой регулятор? Я знаю одного, который стоит на дороге с полосатой палочкой. Ну, если бы регулятор стоял бы только на дороге с полосатой палочкой, наверное, все были бы счастливы. Кстати, не случайно, да, Григин, видимо, сравнил, да, вот эти вот отношения внутри нашей обсуждаемой темы с дорожным движением. Ну, там же есть правила, да, там есть правила, а здесь эти правила... Нет, у нас тоже есть правила. У нас есть правила, за которые можно запросто потерять лицензию. Вот. Да, то есть это такое же регулирование. Когда мы говорим регулятор, да, понятно, что мы сейчас говорим про одного, про Банк России, который стал мегарегулятором всей финансовой сферы. Но когда мы говорим о регулировании, мы тут, ну, как недавно, некоторое время назад в банке посчитали, сколько же организаций государственных регулируют банковскую деятельность. И мы сбились, посчитав 17. Мы хотим, чтобы был один регулятор. Ну, это логично. Этот регулятор был профессионалом. Этот регулятор слышал рынок, и этот регулятор подталкивал рынок к тому, чтобы, извините за такой образ, если мы все находимся на одном поле, чтобы это поле было не вытоптано нами, а чтобы на этом поле продолжала расти трава. Да, вот мы все пасемся на этом поле, кушаем эту травку, но можно ее просто съесть, и ничего больше не вырастет. Можно сделать так, чтобы регулятор останавливал финансовые институты, чтобы трава продолжала расти. То, что сейчас творится, регулятор, вот то, что Григорий Геншевич говорил в предыдущей части, регулятор часто говорит, нет, мы просто огородим этот участок, вы туда не ходите. Это не решит проблему, потому что кто-то другой туда придет. Ну, через какое-то время? Ну, а в принципе, вот пока... Нет, не через какое-то время. Эльман имеет в виду другое, что если мы излишне регулируем кредитные организации, банки ограничиваем в операциях или делаем их невыгодными для банкиров, то это не решение проблемы, потому что есть микрофинансовые центры, а еще левее есть центры, которые и под микрофинансовые регулирования не подпадают, а сомнительные финансовые институты, которые фактически эту клиентуру переводят к себе, и это то, что называется серый, а то и темный сектор бизнеса. И поэтому, если бы, вот опять же по аналогии с дорожным движением, если мы будем выходить и всех тех, кто четко соблюдает правила, ежеминутно и ежесекундно тормозить, то в основном по дорогам будут ездить те, кто не подчиняется регулированию, кто ездит по газонам и по неавтомобильным уже трафикам, и мы фактически вытолкнем постепенно все большую часть участников движения в другие трафики незаконные и нерегулируемые. Поэтому, когда ты регулируешь, то ты должен соблюсти множество принципов, в том числе и принцип, чтобы сегмент цивилизованный, прозрачный, он расширялся и чувствовал себя комфортно, а вот тот, который сомнительный, чувствовал себя дискомфортно, а не наоборот, то, о чем мы говорили. То, что сейчас происходит, да? Ну, в некоторых случаях, да. Упомянули мы микрофинансовые организации, организации, которые, видимо, никак не структурируются больше. Но, тем не менее, есть центральный банк, как мегарегулятор, есть банковская система, вот в его видении, да, он, естественно, делает то, что считает нужным. А все остальные финансовые организации, которые не попадают, да, вот под эту систему, они вне правил, они вне игры, они как это выглядит? Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы не было со мной связано противопоставление. Да, я не говорю, что это для банков должно быть, а МФО это не должно быть. И наоборот, мы работаем с одним и тем же населением, с одним и тем же людьми. Поэтому, если мы говорим о правилах, они должны быть одинаковы, по крайней мере, для всех участников. Не должно быть, этим можно, а этим нельзя. И наоборот. Это первое. Второе. Я, честно говоря, не любитель контроля, но любитель подталкивания и регулирования. В других странах есть страны, в которых вообще ты не имеешь права заниматься никаким видом, никаким из видов кредитной деятельности, если у тебя нет лицензии. Ну, это логично, по-моему. Это логично. Будь ты МФО, будь ты кредитный кооператив, ломбард, кем бы ты ни был, если ты работаешь в этой сфере, ты должен быть лицензии. Я не говорю, что так должно быть, но, наверное, туда надо двигаться. Сейчас большая, огромная часть ранее нерегулируемого, или реально нерегулируемого рынка, это МФО и прочие организации, попали под регулированный Банк России. Я за то, чтобы мы действительно вместе работали. Например, банки отчитываются в бюро кредитных историй. И отчитываются уже не только потому, что требует закон, но потому, что им это выгодно. Почему нет требований такого, чтобы МФО отчитывали с БКИ? Когда говорят, что это им дорого, извините, бюро кредитных историй будет бесплатно брать эти истории, потому что мы, банки, будем покупать у них эту историю. Если мы хотим знать, какого это человек, и, извините, у него нет кредитной истории в банке, может быть, у него есть кредитная история в МФО. То есть правила регулирования должны быть не просто разумными, а не рассудочными, а не А, Б, не Б. Они должны быть такими, чтобы всем участникам было одинаково, и чтобы действительно клиент сам выбирал. Я сегодня хочу пойти в МФО, потому что очень быстро мне нужны деньги, до послезавтра. И это не должно повлиять, наоборот, должно помочь моей кредитной истории, потому что через год я хочу пойти взять кредит. У меня вот, опять же, позавчера приходит вопрос. Мне сейчас кредит не нужен. Через год я хочу взять кредит. Если я пойду в МФО, возьму сейчас у них займы, это скарится на моей кредитной истории. Я должен ответить человеку. Я не знаю, читается ли то МФО, в котором вы возьмете заем. БКИ? Не знаю. До сих пор я этому человеку ничего не ответил. Ну, мне кажется, это может сказаться на его истории, если он не вернет эти деньги, хотя мы об этом не узнаем. Не во всех случаях, но я должен, я использовал обороты несколько раз, к сожалению, а теперь использую обороты к счастью. К счастью, я должен сказать, что вот сегодня Институт кредитных историй имеет довольно неплохое развитие, и вот Национальное бюро кредитных историй, которое создано группой банков вместе по инициативе Ассоциации российских банков, сегодня оно работает, НБКИ, со всеми банками полностью, и плюс еще около 500-600 МФО, как ни странно, они уже подключаются. То есть те, которые публично, МФО действительно, есть уже целый сегмент этих организаций, которые работают официально, которые понимают необходимость мегарегуляции, накопления своего статуса, понятные организации, и которые дополняют кредитный рынок. В отличие от тех организаций, которые работают по другой логике, и которые выдают займы, не имея на то вообще никакой зарегистрированных полномочий, никаких зарегистрированных полномочий, тем более, естественно, банковской лицензии. И вот та цивилизованная часть этого сегмента МФО, они начали уже пару-тройку лет работать с кредитными бюро. Но это, опять же, это лишь небольшая часть общей проблемы, когда, о чем говорил Эльман, что нужно, чтобы регулятор и сама законодательная система вынудила всех работать по общим правилам. Другое дело, что правила, конечно, к большим масштабным организациям должны быть одного уровня, к средним другого, к микро, к третьему. Но именно уровня, уровня. Но эти уровни должны быть регламентированы, опять же, регуляторами-законодателем. А не так, что одна полностью выпадает за рамки регулирования, а другая, значит, вынуждена нести все бремя этого регулирования. Совершенно. Григорий, я правильно понял Эльман, когда он рассказывал, что вот есть некий финансовый рынок, для того, чтобы банк на нем работал, ему нужно лицензирование. А тот, кто не хочет получать лицензию, формально может просто назвать себя иным словом. Да, и он выдает те же кредиты, только под соусом займа. Он принимает те же вклады. Он, значит, занимается множеством других операций, не неся никакой ответственности перед заемщиком, вкладчиком и так далее. Только потому, что назвался. Да. И зато у него нет никакого резервирования, у него нет никаких ограничений, у него нет никакой отчетности. Абсурд полный. Абсолютно. И мы тем самым подпитываем теневую часть нашей экономики. Но я сразу хочу предупредить, опять же, у нас же программа правовой грамотности. Да, финансовой грамотности. Поэтому ни в коем случае нельзя идти в эти структуры, потому что, когда вы работаете с банком, хороший он, плохой, нравится, не нравится, но банк контролируем ежедневной отчетностью, ежедневной прозрачностью перед центральным банком. И то бывают тут катаклизмы, и то бывают под систему страхования вкладов подпадающие, с бюро кредитных историй работающие. И то возникают проблемы. А когда вы работаете с тем, кто из подворотни вышел и предложил вам кредит на непонятных условиях, и непонятно, в какой форме он этот кредит и какие обязательства с вас возьмет, а потом в рамках гражданского кодекса он с вас по этим обязательствам спросит круче, чем банк. Потому что на банк еще какое-то воздействие, он бутсмен имеет, регулятор имеет, система имеет, а он будет с вас по полной снимать, да еще и процентная ставка. Или вклад попробует у вас вытянуть, знаешь, деньги, якобы под соусом кооператива, под соусом вклада, и потом, значит, вы будете искать его долго, или расчетные платежные операции вам предложат, вы будете думать, что вы осуществляете хорошие платежи, а в какой-то момент при приличном платеже окажется, что это организация, а неизвестно какого происхождения. То есть надо думать каждый раз, с кем вы имеете дело. Конечно, я единственное подумал, Ильман, как вы считаете, вот человек в конечном итоге, ну, это очевидно, то сейчас, о чем говорит Горегина, это очевидно, да, ну, просто абсолютно невыгодные условия, да, человек попадает сразу же в кабалу. Что заставляет его оказаться в такой ситуации-то? Именно отсутствие финансовой грамотности, может быть, сложные жизненные обстоятельства. Он пришел в банк, ему отказали, ему деньги очень нужны, он уже готов на все, даже вот на такие заведомо невыгодные условия. Ну, наверное, каждый случай уникален, поэтому нельзя дать универсальный ответ. И второй ответ, вторая часть ответа, который был, никакой финансовой грамотности не хватит никогда физическому лицу, чтобы противостоять против банка. Поэтому я постоянно говорю, финансовая грамотность – это контроль со стороны потребителя. Но нужно еще и ограничение того, что не может делать или прятать кредитное учреждение. Да, нехорошо приводить опыт других стран, но в других странах сейчас на волне, в том числе после кризисной, очень жестко контролируется с огромными штрафами практики, даже не документы, а практики того, как делается продаж. Например, продается страховка, я рассказываю рубежную ситуацию, продается страховка человеку, которому физически, извините, изначально нельзя, не попадает под защиту этой страховки. Он подписал, он грамотен, все хорошо. Но как банк может продавать или страховая компания страховку лицу, который под страховку не попадает? Все нормально, все нормативы соблюдены, все положения законодательства. То есть, в действительности нужно идти гораздо дальше. Еще раз повторюсь, финансовая грамотность не может быть панацеей, но она должна присутствовать для того, чтобы регулятор знал о том, что финансовые учреждения злоупотребляют своими знаниями. Потому что в действительности невозможно ни на уровне закона, ни на уровне инструкции приписать все богатство жизни. Жизнь всегда богаче с химом. Гораздо. И поэтому нужен контроль, и контроль этот может быть только финансовая грамотность. Финансовая грамотность не есть панацея, но она есть предпосылка того, что даже если вас обманут или создастся ситуация, которая в действительности своей наносит вам финансовый ущерб, помните, в самом начале определения финансовая грамотность, вы это осознаете и сможете об этом сообщить хотя бы тому институту финансовому, которому вас поставил в эту ситуацию. А дальше тот самый тест на газету, о котором мы говорили. И с развитием интернета тест на газету это настолько просто, это настолько быстро. Ильман, спасибо. О тесте на газету можно поподробнее. Сейчас мы прервемся еще раз, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня говорим на тему финансовой грамотности. В рамках реализации проекта Финам.ФМ. Финансовая грамотность. У меня в гостях Горьгин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, и Ильман Мехтиев, член правления Джимани Банк, председатель комитета Ассоциации российских банков по финансовой грамотности. Я вот хотел бы обратить внимание на то, что многие наверняка задаются вопросом, пусть его не озвучивают, но про себя думают, а нужно ли это банкирам? Может быть, банкирам как раз лучше иметь дело с неграмотными клиентами, чтобы их там легче было бы, да? Так вот, я все-таки хочу сказать, что Ассоциация российских банков, занимаясь и с удовольствием занимаясь вопросами финансовой грамотности, в частности, создавая Бюро кредитных историй, создавая Институт финансового омбудсмена, выпуская журнал, Национальный банковский журнал, кстати, 35 тысяч экземпляров, это огромный масштаб для журнала, занимается этим отнюдь не из благотворительности. Мне, конечно, легче было бы сказать, что мы свою социальную ответственность исполняем, мы свой гражданский долг. Есть и этот момент, но в первую очередь потому, что действительно сами банки, многие наши банки, дозрели до клиента ориентированности, потому что это выгодно, потому что все-таки выгоднее в долгосрочной перспективе работать с грамотным клиентом, получать стабильную и долгосрочную маржу, а не сегодняшнюю максимальную, но краткосрочную. Действительно, это дозревание внушает мне лично большой оптимизм, потому что мы на этот уровень вышли только последние годы. Еще несколько лет назад, 10 лет назад, когда мы предлагали Институт финансового омбудсмена, никто не подписывался. Почему? А 3 года назад. Они понимали. Мы взяли, скомплинировали западного опыта, потому что у нас само потребокредитование еще было на нулевом уровне. Сейчас тоже оно на низком уровне, низкого масштаба. Но если сравнивать с предыдущими и с развитыми странами. Но сегодня, и это означает, что у самих банкиров есть понимание того, что лучше иметь дело в перспективном плане с развивающимся и продвинутым клиентом. И поэтому мы с удовольствием на сайте Ассоциации российских банков прошли дальше. Мы с банками договорились, и мы создали страничку, где, если есть обращение клиентов, а в них иногда жалобы содержатся, претензии содержатся, мы спросили, вы не будете возражать, мы будем их размещать, потому что не все входит в регламент финансового омбудсмена, а некоторые вещи выходят за его регламент, он не может рассматривать эти дела. А тем не менее, нам оставить и отправить в корзину, когда приходит такое обращение, ну, нехорошо. Ну, это будет некорректно, конечно. Банке, говорит, не вопрос. И вот, если вы откроете Ассоциацию российских банков страничку на сайте, то вы увидите, такой банк ответил такому клиенту, такой ответил такому. Это тоже механизм выработки взаимного доверия и взаимного диалога. Согласны, Ильман? Абсолютно согласен. У вас, кстати, такие прецеденты были? Прецеденты чего? Ответов на жалобы? Да, часто, регулярно. Более того, когда сайт был, запускался этот сервис, мы, наоборот, каждый день звонили в Ассоциацию российских банков, говорили, знаете, у нас есть технические сложности ответить. Мы хотим ответить. Жалоба висит. Мы хотим ответить. Мы прекрасно понимаем, что мы должны ответить очень быстро, очень правильно и по существу. Потому что если это будет голый пиар, очередной рассказ о том, какие мы хорошие, это не поможет. К разговору о том, почему нам выгодно, чтобы клиент был грамотный. Знаете, все очень просто. Дело даже не в том, что получить определенный маржур сейчас, а потом забыть про него. Нужно же потом еще новых клиентов получить. Конечно. Еще раз тратить деньги. Даже с точки зрения потратить деньги на привлечение клиента, лучше старый клиент один, чем два новых. Потому что старый клиент дешевле. Ты заплатил один раз. Согласен. Согласен. То есть опять мы смотрим на перспективу. Я, кстати, сейчас хотел бы напомнить то, о чем мы говорили чуть позже, чуть раньше, простите, когда микрофинансные организации появляются на рынке, некоторые из них соглашаются, информацию в бюрокредитах, другие нет. И сразу вот эта репутация, да, сразу на поверхности. То есть те, кто соглашаются, наверняка пришли, да, ну, по их мнению или по их желанию, пришли надолго, да, нормально работать, существовать на этом рынке. А те, кто не соглашаются, у них, видимо, какие-то другие такие мелкие, да, технические задачи, не стратегические. Поэтому, естественно, сразу же определяется цель. Ну, очень хорошую подсказку вы нам даете. Одна из целей того, чего банки, финансовые институты хотят добиться, когда делают программы «Станскранс», это чтобы клиент, заемщик, кто бы то ни был клиент, финансовые институты, у него в голове существовал лист таких, как сказать, критериев. И он так, вот это есть, вот это есть, вот это есть, вот этого нету. Почему? А вот это есть, и вот это есть. То есть, чтобы он действительно знал, да, вот в этом банке почему-то нет информации о тарифах на сайте. Странно. В этом банке есть, но нет информации о штрафах. Странно. В этом банке есть, но как-то очень странно написано. И дальше, дальше, дальше. Вот это то, что действительно нам поможет. Потому что тогда будет давление со стороны рынка на то, чтобы мы, банкиры, все вместе действовали по тем правилам, которые выталкивают тех, кто хочет играть без правил. Я понял, я понял. Здесь, если позволите, тоже еще хотел бы подчеркнуть такую мысль, что мы, вот, начиная разговор о финансовой грамотности, со всех сторон взаимовыгодные, что ли, задачи решаем, да. В частности, опять, позиция банкира. Это не пиар себя и собственных услуг, да. Мы не говорим, что мы сейчас научим наших слушателей, наших будущих или нынешних клиентов, как надо себя вести. Это не так, я согласен. Мы, наоборот, формируем взаимовыгодное сотрудничество. Мы будем являться, ну, я не знаю, там, товарищами, да, друзьями, соратниками по определенному виду деятельности. Я такую аналогию очень грубую приведу. Давайте. Когда мы говорим о чистоплотности, о том, что надо руки мыть, надо быть опрятными, чистыми, да, мы говорим не только для того, чтобы себя выпитить, какой я чистоплотный, какие у меня холеные руки, чистенькая рубашка. Да, посмотрите, у него вон какие. А потому что нам выгодно иметь дело со здоровыми, чистоплотными людьми, потому что это одна из гарантий здоровья. Ты общаешься с человеком, который тебя не заразит, который тебе там, ну, понятно, не создаст эти риски. В этом смысле чистоплотность это может, конечно, некоторые приходят, и главное, чтобы показать себя, и чем грязнее вокруг, тем ему комфортнее показать, что он крутой, пришел. Но он выгоднее на этом фоне смотрится. Но зато у него риски заразиться. А когда ты это культивируешь и стараешься создать вокруг себя благоприятную атмосферу, то ты себя перестраховываешь. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Возвращаясь, тем не менее, к теме финансовой грамотности более детально. Если можно, Ильман, вот вы про галочки. Мне очень понравилось. Начали галочки ставить. Вот у этого есть эта услуга, а у этого почему-то нет. Ну, основной набор, по крайней мере, такой вот на поверхности, набор опций, который мне, как потребителю, скажет, с этим банком, с этой финансовой грамотностью стоит связываться. Ну, начиная, я не знаю, от лицензии, от той же самой, наверное. Нет? Ну, я скажу очень просто. Есть инструкция Центрального банка, называется памятка заемщиков по потребительскому критованию. Каждый банк ее должен повесить в отделение. Да? И вот этой инструкции не надо ничего придумать. Там достаточно плотно, полно написано, что это должно быть. Должно быть это, то, все, пятое, десятое, тридцатые. Давайте не изобретать Америку, нет, не изобретать колесо, открывать Америку. Там достаточно четко описано. Но эта инструкция написана первая банковским языком, вторая висит в банках. Мы должны сделать ее не просто доступной, мы должны ее с вами разжевать и положить в голову. Но самая-самая базовая вещь, когда меня спрашивают, я хочу взять кредит, я говорю, а зачем? Чего ты достигнешь? Да, вот очень часто мне говорят, я хочу взять кредит на телефон. Да. Я говорю, а что? Новый айфон сейчас тем более выходит. Да, я говорю, а что, со старым телефоном хуже слышно? Не, ну как же, новинка вышла, ну как я без нее? Я же себя, по сравнению с девчонками-то я буду уже себя хуже, да? С моими подружками. Поэтому вот такой список мы, конечно, можем с вами выработать, да, но в действительности тут нужна ваша помощь. Мы со своей стороны, как профессионалы, говорим, нужно обращать внимание на тысячу вещей, но вы должны нам помочь донести в той форме, в которой они это поймут. Да, это, конечно, есть приоритетность, там, значит, очень важно, чтобы было понятно, что вот у меня лицензия номер такая-то, я работаю столько-то лет на рынке, я, значит, вот вы можете обо мне получить информацию в этом буклете, в этом буклете, вы можете получить информацию в центральном вот телефон, знаешь, особенно если это отделение банка, чтобы было бы ясно, что этот обменный пункт реально принадлежит этому банку, это отделение реально принадлежит этому банку. Но есть и другого уровня уже показателя. Например, когда банк говорит, что я подписался под институтом финансового омбудсмена, и в случае, если со мной возникают какие-то конфликтные ситуации, вот G-Money банк может, и наверняка у него висит, что он является институтом, присоединившимся к институту, и даже учредителем, одним из первых из шести банков, кто учредил этот институт. Это уже говорит о том, что банк сам задумывался о доверии клиента к себе и о своей клиентоориентированности. И наоборот, если банк говорит, да знать не знаю, что такое финансовое омбудсмена, зачем мне это? В случае, если возникнет со мной конфликт, идите, значит, в суд и судитесь, пойдите еще выбрать, выиграйте у меня суд. Другая психология, понимаете? Да, это не показатель там, что этот совсем хороший, идеальный, а этот совсем плохой, но это о чем-то говорит. Поэтому ряд показателей. С кредитным бюро, каким работает, как работает, с финансовым омбудсменом, соответственно, какие продукты дает и как он разжевывает эти продукты. Совершенно верно. Опять о репутации говорим, да? Видите, я не мог сам себя похвалить. Дали такую возможность Гиригину. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Давайте я еще раз напомню, да, во-первых, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем идет речь сегодня в нашем эфире и о чем речь пойдет в ближайшие эфиры, потому что, еще раз повторю, значит, компания, да, радиостанция Финам-ФМ начинает реализацию проекта «Финансовая грамотность». Она абсолютно носит благородные цели. Мы сегодня неоднократно об этом говорили. Причем у нас три. И практическую цель тоже. Безусловно. У нас три стороны, да, три участника. Это потребитель, это тот, кто предлагает продукты, это регулятор. Вот все они заинтересованы, чтобы финансовая грамотность нашего населения росла и чтобы мы понимали друг друга, да, чтобы говорили на одном языке. При этом я хочу подчеркнуть, что Ассоциация Российских Банков в лице Горьгина Тасуняна принимает решение, да, принимает участие в реализации этого проекта, и это здорово. И вам тоже огромное спасибо, уважаемый Эльман, да, что вы нашли время и сегодня посетить наш эфир, да, ну, и то, что согласились в этом поучаствовать. И более того, председателем, являетесь председателем комитета Ассоциация Российских Банков по финансовой грамотности, значит, соответственно, тоже в этом напрямую заинтересованы. Спасибо еще раз, уважаемые гости, уважаемые слушатели, я традиционно благодарю вас за внимание, за то, что вы были этот час с нами, ну, и присоединяйтесь, собственно, к нашему проекту, я думаю, что большинство из вас в нем тоже активно заинтересовано. Спасибо за внимание, всего хорошего, у всехов до свидания. Спасибо, до свидания.